Мы сегодня продолжим изучение главы Лехлиха. Продвинулись больше, чем первые ее слова, первый пасук. Я сделаю Тебя великим народом и благословлю Тебя, и взглючит Твое имя, Ты будешь благословением, и благословлю благословляющих Тебя, и проклинающих Тебя прокляну, и благословятся Тобой все народы земли. То, что обращает внимание в этой фразе, это слова Лехлиха. Лехлиха, как обычно все переводят буквально, иди себе. Что означает иди себе? Как понятие словосочетания? Иди себе, или идти тебе, или идти еще кому-нибудь. Кому еще можно ходить? Раши объясняет здесь так. Слово Леха, Тебе, иди себе. Себе значит для своей собственной пользы. То есть не столько себе, сколько для себя. Для себя, для своей собственной пользы. Чтоб ты знал, что то, что тебе сейчас поверено идти, что это на самом деле тебе на пользу. Хотя вроде бы условия совсем иные. Человек, которому приходится выставлять насиженное место. А уж тем более человек, которому приходится рвать со своей родней и с домом своего царя. Совсем не симпатично. Вместе с тем, говорит Ашим Абраму, ты иди себе, то есть, чтобы ты знал, это тебе на благо. Тебе это на пользу. Ну почему? Продолжает Раши дальше и пишет так. Там я сделаю тебя великим народом. Вот там, в то место, куда я тебя посылаю, я тебя сделаю великим народом. А здесь ты не можешь иметь детей. Здесь у тебя детей не будет. Мы уже знаем, что к тому времени Абраму, ему уже было за 70 лет. И хотя по тем временам это еще не старость, но вместе с тем это уже даже тогда, когда люди жили по 180-200 лет, и тогда это уже, в общем-то, довольно солидный возраст. А детей у него еще пока что нет. Так вот, здесь ты детей иметь не будешь, а там, там у тебя будут дети. Кроме того, я сделаю тебя известным в мире. Так объясняет Раши вот эти слова. Иди себе. Рамбан возражает и говорит, что в принципе вопрос-то он здесь излишний. Нет никакой необходимости находить объяснение вот этого вот иди себе. Да потому что не нужно это переводить, иди себе. Это просто словосочетание устойчивое в Танахе, которое в основном используется в таких фразах, как Агеши, Малахлю, типа, дождь прошел. Понятно, что дождь не прошел себе, дождь шел и прошел. Вполне естественное явление. Или еще раз фраз. Поэтому не нужно переводить это буквально, и тогда не будет вообще никаких вопросов. Но вместе с тем Раши перевел это буквально Лех-Леха, себе на пользу. Продолжает Раши дальше. То, что сказано, и я сделаю тебя великим народом. Продолжает Раши, Раши говорит так. Странствия влекут за собой три последствия. Они идут во вред продолжению рода. Это первое плохое последствие. Человек, который находится в странстве, детей у него меньше рожают. Богатству человек тратит деньги. Во-первых, находясь в странстве, он обычно деньги не зарабатывает. Во-вторых, ему приходится тратить деньги на все, что угодно. Все дорого, он должен снимать квартиру, он должен платить за постои, он должен тратить на покупку элементарных вещей, которые обычно человек дома не тратит деньги на это, а в дороге ему приходится вообще не тратить деньги. И еще, потеря доброго ему, человек, который живет в своем городе, там, где все его знают, там, где все с ним знакомы, к нему относятся по-другому, уважают, а попав в другое место, человек оказывается совершенно, что называется, не в своей тарелке, никто с ним не знаком, никто его не знает, никто к нему не относится к уважению. Все эти три вещи человек теряет в дороге. Поэтому Фран нуждался именно в этих трех благословениях. И Ашем дал ему эти три благословения. Какие? Первое. То, что я тебя сделаю великим народом, то есть будут у тебя и дети. Второе. И я благословлю тебя, имеется в виду благословение, вообще само слово благословение, бракхат, означает расширение, означает рост, означает благосостояние. Это его самое простое элементарное значение. Значит, здесь есть обещание того, что и материальный уровень только выиграет от этого, не пострадает от дороги. И затем и благословлю тебя. Это уже то, что касается имени, что ты сам будешь источником благословения, все будут тобой благословлять, значит, тебе ничего эта дорога не повредит. Уже сразу видно, что вот в этих словах Раши есть внутренняя противоречия. Сначала Раши пишет, что Ашем сказал Авраму, иди себе, что означает, это путешествие, то, что ты должен уходить, это тебе на пользу. Чем тебе на пользу? А здесь, там, где ты живешь, детей у тебя не будет, а там будет. И сразу после этого Раши прибавляет. Поскольку дорога приводит к тому, что у человека возникают неприятности. И прежде всего, что у него меньше детей рождается. Поэтому ему пришлось Авраму успокоиться, сказать, что с ним этого не случится. Авраму не должно было успокаивать, потому что у него до сих пор вообще дети не рождались. Если там, где он жил до сих пор, детей у него не было. И более того, ему Всевышний сейчас еще обещает, что и не будет. И только если он уйдет из этого места в другое место, там, в другом месте, там может быть будут дети. То почему нужно его тут же успокаивать? Несмотря на то, что обычно в дороге есть с этим проблемы, у тебя проблем не будет. Все же наоборот. Всевышний только и обещает, что в другом месте у него только и будут дети. Это один вопрос. Его задает Мораль из Праги. Один из главных комментаторов Граши в книге Гураре. Добавим еще один вопрос. Наши мудрецы говорят, что Всевышний испытал Аврама в десять раз. Десять испытаний Аврама. Первым испытанием обычно называется то, что ему пришлось пережить в городе, там, где он жил раньше. Это испытание на самоотверженности. То есть, когда Аврам стал распространять свою веру, когда он стал уговаривать людей, то дошло это дело до царя, до царя Немрода и кончилось с тем, что царь Немрод предложил Авраму выбор. Либо его бросит, либо он отвлекается от своих убеждений и перестает мутить воду, либо его бросит в печь. Аврам отказался. И не стал отвлекаться от своих убеждений, но его бросили в печь. Однако он чудом оттуда вывелся. Чудесное спасение. А в чем здесь испытание? Откажется ли он от своих убеждений под страхом смерти или нет? Аврам оказался человеком готовым на самоотверженность. И самоотверженно не отказался от своих убеждений. Это первое, это и так. Второе испытание, то, что мы сейчас читаем, леха-леха, иди, бросай все, бросай свою родню, бросай свой дом, бросай отца, уходи. Уходи туда, куда тебя еще успеют. На первый взгляд, в чем существует такое испытание? Я еще понимаю, когда говорят, что испытание это было. Под страхом смерти не отказаться от своих убеждений не отказаться от своих убеждений, от серьезных испытаний. Многие люди под ничего подобного не удерживают. Но здесь, перед нами человек, которого преследуют в его родном городе. Которого там нет никакой возможности. Его чуть не убили там. Его хотели бросить там в печку. Он уходит. У него и в личной жизни там все очень нехорошо. Детей у него там нет. Да и не будет. А здесь ему обещают. Ты уйдешь в другое место. У тебя там будет все хорошо. У тебя там и дети родятся. А тебя произойдет большой народ. И я тебя благословлю. И я тебя расширю. И я тебя размножу. Это уже не испытание. Если человек живет в своей стране, где ему плохо. Плохо ему. Заработков у него нет. Семейно у него плохо. И с соседями ужасно. И с властями у него не получается. И вы знаете, что есть возможность поехать сейчас куда-нибудь. В Австралию, в Новую Зеландию. Там тебе все обещано. У тебя будет там место работы. У тебя там будет заработок. У тебя там будет все. И семейно. И вообще там климат другой. Я вижу, и дети там рождаются. Испытание. Наоборот, чем скажешь. Большим удовольствием. В чем здесь испытание, Абрама? Как вообще понять это испытание? Один из очень интересных комментаторов Торы. В Ицхак Арама в книге Агидат Ицхак. Он объясняет, что суть всех испытаний Абрама была не в том, чтобы выяснить, как он вот сумеет ли выдержать. Или он не выдержит. Дело совсем не в этом. Испытание направлено на то, чтобы изменить человека. Ведь человек, который сумел выстоять в испытании, после испытания относится. Совсем не тот человек, который был до испытания. Человек изменяется. В нем пробуждаются новые силы, в нем пробуждается потенциал, который раньше не реализовался. Это общее представление о том, что такое испытание. По отношению к Абраму, говорит Агидат Ицхак, суть испытания Абрама была в том, чтобы превратить Абрама из философа в человека веры. То есть испытания не были направлены на то, чтобы посмотреть, как Абрам, он подходит на роль родоначальника избранного народа или нет. В этом Всевышний не сомневался. У него вообще нет такой необходимости испытывать людей. Это мы, не зная будущего и не имея возможности заглянуть в него, если мы принимаем человека на работу, то мы иногда говорим ему, что вот дадим ему время, принимаем его на некоторое время. Это будет время испытания. И если это время все будет хорошо, то тогда он уже останется на работе, на постоянной. А сразу мы, конечно, боимся, поди знать. Человек вроде бы выглядит симпатично, а может он дитяй, а может он дитяй. Всевышнему нет необходимости, поскольку будущее для него не скрыто. И ему нет необходимости проверять, годится ли человек на ту роль, которую он для него уготовил. Стало быть, испытание было направлено, как мы сказали, для того, чтобы изменить Абрама. Усовершенствовать его. А в чем он нуждался? Чего ему не хватало? Хватало ему веры. На первый взгляд звучит парадоксально. Как так не хватало веры? Абрам, ведь именно он является самым... Он человек, от которого и идет вера в Бога, человек, который сумел сам своим умом, своими стараниями сумел додуматься, сумел понять, что мир этот не может существовать самостоятельно, что он не может быть результатом совпадения случайностей, что мир этот создан, должен быть обязательно, не может этот мир существовать, если нет силы, которая, не являясь частью этого мира, привела к его существованию. Как, рассуждал Абрам, все, что нас окружает, как все, что существует вокруг нас, не возникает само по себе. Никто сам себя не сделал, из ничего не выйдет ничего, а все, что есть и все, что существует, существует только потому, что кто-то, что была какая-то причина внешняя его возникновения на свет, и кто-то, грубо говоря, его сделал, создал, была какая-то причина, так и весь мир. Должна быть причина возникновения этого мира. Ну, так что, значит, Абраму не хватало веры. Наоборот. Когда Цхак объясняет, что Абрам-то пришел к знанию Бога как философ, то есть человек, который рассуждает, человек, который воспринимает этот мир. И так действительно нам рассказывает традиция устной Торы, что Абрам пришел к своим выводам, базируясь на наблюдении за окружающим его миром, за явлениями, такими как закономерности в мире, смены дня и ночи, движения светил, солнца, луны, наличие законов в мире. И все это наводило его шаг за шагом к его выводам. И вот, наблюдая за миром, Абрам пришел к пониманию того, что невозможно объяснить существование мира, не предположив существование причины, которая привела к возникновению этого мира. То есть Творец имлялся для Абрама как бы решением уравнения. Как часто бывает с человеком, который, к примеру, решает кроссворд, и у него что-то не сходится. Пытается он дописать недостающее слово, а там на втором месте стоит буква И или еще что-нибудь, ну и никак и ничего не лезет туда. Вот тогда человек понимает, что если он заменит другое слово, и тогда второй буквой будет не И, а такая нормальная человеческая буква В или еще что-нибудь, тогда как раз он сумеет запомнить весь кроссворд. Стало быть, он нашел правильное решение. Так же и здесь. Существование Творца мира было для Абрама как бы решением того самого кроссворда. Мир, вся картина мира, колоссальная картина мира не сходилась у него. Невозможно было объяснить мир. Очень трудно и нелогично было бы то, что невозможно. Но очень трудно и нелогично пытаться объяснить мир, существующим сам по себе, без причины, без существования причины, которая привела к его возникновению. Ну и вот эта причина. Абрам ее предположил и все встало на свои места. Теперь Абрам уверен в существовании первопричины, настолько уверен, что он начинает убеждать в этом идее, он начинает распространять свои взгляды. Но все это еще, как говорится, Акидат Ицхак, Абрам пока еще, философ. То есть это философское знание о мире, о вере. Так же спросите, философское знание о Боге. А чем оно плохо? Ведь иногда люди думают, что наоборот, вера, где человек нуждается в вере. Когда он чего-то не знает. То, что он знает, он знает. То, что сумма углов треугольника равняется 180 градусам, это он знает. А вот то, что он не знает, в это ему нужно верить. Это христианское восприятие веры. А мы говорим совсем другую. Что значит вера? Вера, она не ниже знания. Вера, она выше знания. Как понять веру? Вера – это такое глубокое убеждение. И убеждение не разумом, или не чувствами, не эмоциями. Это глубокое убеждение, подобное тому, как человек убежден в своем собственном существовании. Как мы воспринимаем то, что мы существуем? Мы не доказываем себя это логически. Мы не приходим к пониманию своего существования благодаря логическим построениям. Типа такого, что если у меня в почтовом ящике лежит письмо, и оно написано мне на мое имя, значит, если кто-то написал письмо на мое имя, значит, наверное, я существую. Что? Надо было бы предположить, чтобы кто-то писал мне письмо, если бы у меня не было. Значит, наверное, я есть. Если есть люди, которые производят подобного рода вычисления, исчисления, то не все у них в порядке. Не исключено, что у них есть серьезные проблемы с психикой. А как мы знаем, что мы существуем? Как мы воспринимаем, что мы есть, что мы существуем? Мы это воспринимаем ни разумом, ни чувствами, ни эмоциями, ни интуицией. Это какое-то восприятие первичное, сильнейшее, восприятие, в котором невозможно себе представить, что кто-нибудь меня может разубедить. Я настолько сильно ощущаю свое существование, что я есть, что если придет человек, и с помощью самых последних достижений науки, прочитает мне полуторачасовую лекцию с тем, чтобы доказать, что на самом деле меня не существует, что я на самом деле не я, и меня нет. Я все это послушаю, но все равно с ним не соглашусь. Я есть, как я это знаю. Если бы я это знал на основе логических выводов, тогда может прийти кто-то и при помощи той же самой логики, тех же самых выкладок попытаться доказать мне, что у меня здесь есть ошибочка, что я где-то здесь нелогично мысляю, поэтому на самом деле я не существую, но я не при помощи логики дошел. Я здесь не решал кроссвордов, я здесь не подставлял, я не подставлял в уравнение чего-то, что мне не хватает. Я это воспринимаю непосредственно, всеми фигурами своей души. Подобная убежденность на уровне того, как мы воспринимаем свое собственное существование, ее нельзя и невозможно опровергнуть. Так вот, вера, которая требуется от человека, это вот вера такая. То есть человек должен быть убежден в существовании Всевышнего настолько сильно, так сильно, как он убежден в своем собственном существовании. Конечно же, человеку, начинающему, такому, как Авраам, было еще очень-очень далеко от этого. Авраам начал как философ, Авраам начал как мыслитель, со своих мыслей, со своих выводов. И вот все дальнейшие испытания должны были поднять его, помочь ему развиться, развить себя, перейти от философского восприятия, от отношения к Богу, как необходимому элементу в построении картины мира и в понимании мира, без которого эта картина не сходится, перейти к совершенно другому, перейти к вот такому непосредственному восприятию и связи, к непосредственной связи со Всевышним на таком уровне, как человек воспринимает свое собственное существование. Как это происходит? Вот самое первое. Самое первое испытание. Авраам потребовалось отстоять свои взгляды, отстоять свои убеждения. Если он откажется, все хорошо, не откажется, и он откончится для него смертью. Если речь идет просто об убеждениях в области философии, в области какой-нибудь теории, космогонии и так далее, имеет ли смысл за это идти на костер? Конечно, нет. У нас есть прекрасный пример. Итальянский ученый Галилей, который долго утверждал то, что он утверждал, пока инквизиция не пригрозила ему, что если он будет продолжать так утверждать, его сожгут на костер. Я ему сказал, если так, тогда не надо. Это нормально, это не трусость. Потому что на самом деле отдать жизнь за вопрос, кто вокруг кого вертится, вертится земля или не вертится, земля крутится вокруг солнца, солнце крутится в этом. Ну пусть они крутятся, пусть они вообще не крутятся, пусть они делают, что хотят. Но жизнь за это имеет смысл вам давать. Жалко жизни. Она куда более важна, чем вопрос, кто вокруг кого крутится. Если бы Авраам оставался к тому времени вот таким исследователем, мыслителем, философом, то, конечно, не имело бы смысла идти в костер ради своих убеждений, ради своего мировознимания, ради своей каротины мира. Если Авраам оказался способным пойти на самопожертвование и не отказался, это значит, что речь шла уже не просто о философии. Речь шла уже не просто о каких-то выводах. Здесь начала зарождаться куда более глубокая вещь. Здесь начала зарождаться уже вера. И вот теперь второе испытание. Всевышний говорит, Авраам, спасай все. Свой город, свою родню, знакомых, близких, родственников, отца, всех родственников. И иди в землю, которую я тебе укажу. Испытание здесь было не такое, как первое. Первое было испытание, согласен ли Авраам идти на костер или не согласен идти на костер. Здесь не было вопроса, пойдет ли Авраам или не пойдет. И сказать, на самом деле ничего сложного в том, чтобы пойти не было. Даже наоборот. Здесь у него все плохо. Вокруг него все плохо. Его преследуют, его хотят уничтожить. У него нет детей, он бездетный. А будущее ему обещают все самое лучшее. Все у него будет хорошо, все будет замечательно. И дети будут, и деньги будут, и известность будет. И все будет хорошо. Ну так что, почему бы не пойти? Кто бы не пошел? Все бы пошли. Не в этом речь. Не об этом речь. Он же пойдет или не пойдет. Весь вопрос, как пойдет? То есть, испытание стоит здесь в следующем. Всевышний Аврааму обещает все обещания в будущем. А сейчас? А в настоящем? А в настоящем все не так. Ему обещают, что он будет великим, от него произойдет великий народ. А сейчас хотя бы один ребенок родился, и того нет. И не только что нет, а еще и все врачи говорят не только что нет, но и не будет. Вообще, забудьте об этом. Нет, просто такие анатомические препятствия, которые преодолеть невозможно, поэтому забудьте об этом. Бог обещал, это да. Но пока что все не так. Вот и получается. Человек уже не молодой. Всеми преследуем. Бог ему обещает. Я возвеличу твое имя, все тебя будут уважать. И ты будешь всюду известен. Пока что, пока что ему приходится скитаться по постоялым дворам. У нас в своей стране его преследуют. В своей стране не дают ему жить. В своей стране хотят отнять у него жизнь. Ему приходится оттуда бежать. Ему приходится уходить от родни. Ему обещается, что будет у него и материально все хорошо, и богатство. Пока что он у него совсем не так. Пока что он в дороге. Пока что ему приходится тратить большие средства на то, чтобы как-то просуществовать в дороге. Есть жуткое противоречие между действительной реальностью, между тем, что конкретно сегодня, и между тем, что Бог обещает. Можно, конечно, как человек обычно, столкнувшийся с таким противоречием, как он действует. Да, сейчас, конечно, все плохо. Но я надеюсь, что в будущем будет хорошо. Так говорит Талмуд. Что в наше время, в нашем мире, когда с человеком случается беда, он должен воздать хвалу Всевышнему и сказать, произнести благословение Барух Даян Аймед. Благословен судья правил. То есть, я понимаю, что если со мной случилась беда, то так надо было. По какой-то причине это нам нужно было. Я понимаю, что я этого заслужил. Может, наказание, может, испытание, может, предупреждение, может, еще что-нибудь. Но несправедливости здесь не было, вы не в церкви, вас не обману, все, честно, все, правильно. Проложает Талмуд. Но в будущем, когда Всевышний, в будущем мире, раскроет перед нами все, 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 все и вся, и мы сможем понять, что происходит на самом деле в мире. Тогда на любую весть, тогда на любое известие, броша, которую мы должны будем произнести, будет готов вами идти. То есть, мы будем благословить Всевышнего за то, что он благ и творит, делает благ. Что это значит? Это значит, мы поймем, что даже те беды, даже то, что мы воспринимаем как беды, на самом деле нам на благо. Мы не только поймем, мы это увидим, мы это ощутим. Стоп. Но ведь сегодня мы же тоже это можем понять. Можем прочитать в книжках. Можем повторить несколько раз то, что сказал Раби Акива, записанное в Талмуде, коль маиде, агид, рахмана, лыта. Все, что Бог, все, что Всевышний делает, все к лучшему. Все нам на пользу. Если так, то если я это понимаю, в книжках прочитал, но оки услышал, почему бы мне уже сегодня, когда происходит беда, не сказать бы, а то в вами идти. Сегодня так сказать нельзя, потому что это было бы неискренне, это было бы хранимо. Человек сегодня, когда у него есть беда, ему больно. Когда сегодня случается несчастье, ему больно и неприятно. Он верит, что на самом деле это ему на будущее будет только от этого блага. Потом он узнает. Иногда, вообще, Вышли нам показывать, даже через несколько лет. Когда, оглянувшись назад, ты понимаешь, что то, что пять лет назад тебе казалось катастрофой, несчастьем, на самом деле, это только во благо, обернулось только в благо. Но в тот момент, когда человек находится сейчас, сейчас в беде, то ему не дает. Он чувствует боль, он чувствует, что ему плохо. Он верит в том, что это на благо, но он это не ощущает. А врать в благословение нельзя. Мы достаточно врем всю свою жизнь, по крайней мере, перед Богом. Обращаясь к Богу, врать это уже совсем нехорошо. Поэтому он должен быть искренним. Мудрецы сказали, что мы, как проха, который он говорит, порогу, даян. А, имен. То есть, благословение, судья, правиль. А в будущем? В будущем мы узнаем. Нам уже как-нибудь покажут, что на самом деле это было на благо. Испытание Авраама в том-то и состояло. Как говорится о начале Раши. Лех, леха, иди себе, себе на благо. Что это значит? Это не значит, что Всевышний убеждает его. Ты, Авраам, не бойся. Тебе хоть... Все в конечном итоге будет тебе только на поле. Нет. Да, Авраам и сейчас увидит, что он на поле. Потому что сейчас ему уже плохо. В том месте, в котором он живет, ему плохо. Ужасно плохо. Уходить ему оттуда надо. Безусловно. То, что Всевышний ему говорит, что ты сейчас должен почувствовать, что сейчас это хорошо. Не то, что ощущать, что в будущем будет хорошо. Что уже сейчас хорошо. В этом-то было испытание. В этом испытании не в том, пойдет ли Авраам или нет, а в том, с каким он чувством пойдет. Пойдет ли он с чувством, с ощущением человека, бедного, несчастного старика, которому приходится таскаться по дорогам, которому приходится таскаться по постоялым дворам, который идет неведомо куда, бездетный, бездомный, никому не нужен, или же нет. Или он пойдет сейчас с ощущением человека, у которого уже почти все есть. То, что Всевышний ему пообещал. Но уж почти у него один. Но у него в зону как. Вот эта дорога, она и ведет ему. Он сейчас идет по дороге, которая приводит его и к детям, и к тому, что от него произойдет великий народ, и к тому, что у него будет материальное благополучие, и к тому, что его имя станет известно всем, его люди будут воспринимать по-другому. Вот что потребовалось от Авраама. Это совсем-совсем непростое испытание. Это уже следующая ступень. Это уже есть еще один шаг к вере. То есть, ощущение того, что то, что Всевышний обещал, оно не в потом, в будущем будет, но оно уже сейчас. Идти сейчас, как будто бы ему уже хорошо. Идти сейчас, ощущая, что сейчас это мне на пользу. Не потом, а уже прямо сейчас. В этом-то и было такое тяжелое испытание Авраама. Так, следует понимать Раши в этом отрывке. Я бы хотел привести еще один комментарий. Иной. Это уже куда более современный комментарий. Павшимшену Фаэль Ирш. Тоже относясь к тому же самому вопросу. Лех, леха, иди себе. Он пишет так. Тонщ, иди себе, иди своим путем. Так нужно понимать. Не как Раши, иди себе себе на пользу, а иди своим путем. То есть, все идут туда, а ты с ними не ходи. Ты иди сюда. Вот это местоимение, леха, к себе, или как Раши перевел, для себя, в сочетании с глаголом иди, уйди, придает этой фразе дополнительный смысл. Следуй своим путем, отойди от других. Приказ Бога заставил Авраама занять жизненную позицию, которая находилась в резком противоречии с тенденциями того времени. Мы уже говорили, что лозунгом той эпохи было «Сделаем себе имя». Поколение, в котором жил Авраам, возводило для прославления человека в Вавилонскую башню. Но в этом действии не было ничего от индивидуализма, высокой оценки значимости человека, наоборот. Господствующим мировоззрением тогда являлся централизм, отказывавший индивидуальности в какой-либо ценности, изводивший личность до уровня безликой детали, кирпичика грандиозной стройки, призванной восслабить общество. Нужно вспомнить, каков исторический фон, на котором Авраам делает вот эти свои первые шаги в сторону земли обитаванной. Авраам был современником гигантского проекта, так называемой Вавилонской башни. В нашей традиции обычно используется другое название, это называется доратолога, поколение, разделение, когда человечество потеряло свое единство и разделилось на разные народы. В чем состояла идея вот этих людей, строивших гигантскую башню, как они говорили, головою до небес. в конце недельного раздела Нуах. А вирш объясняет нам так. Идея, в общем-то, высказана в самой Торе, только она не очень понятна. Сказано сначала и было, все люди были едины, и один язык был у них, и было единство. А лозунг, который ввел тогда за собой людей, был на Асе Лану Шен, сделаем себе имя. Как это понимать? Люди того поколения, это было поколение людей, выросших после потопа. И как обычно бывает с людьми, которые живут после больших катастроф, они стараются сделать все, чтобы предотвратить возможность повторения подобных катастроф. Катастроф была колоссальна. Все население мира тогда погибло за заключение всего лишь одной семьи. Потомки этой семьи думают о том, как построить мир, в котором потом второй раз не случится. Жизнь до потопа отличалась как раз крайним индивидуализмом. Каждый тянул одеяло на себя, каждый старался урывать себе свой кусок беззакония, воровство, грабеж, разврат. Новое поколение выгодно отличается от предыдущих. Оно объединено, оно едино. Как это видно, история сказана там так. «И было, сейчас я помню, сказано там так. И было, когда они двинулись с востока, то есть новое человечество послепотопное, оно жило в районе горы Рарат, там, где горах, там, где Ноев Ковчег приземлился. Вот они оттуда, с востока, двинулись на запад, то нашли они долину в стране Шинар, Шинар это Миспотамия, то есть между речью Тигра и Фрата. И поселились там. И сказали друг другу, давайте сделаем кирпичи и обожжем их в обжигальне. Стали у них кирпичи вместо камней, а смола стала у них вместо глины. Если раньше в горах люди селились в пещерах или строили себе жилища из камней, то здесь, попав в долину, в Междуречье, Тигра и Фрата, они видят, что никаких камней нет. А из чего строить жилища? Как здесь как здесь все жить? Но поскольку все люди вместе, то именно вместе, сообща, общинсилами они решили эту проблему. Научились строить из кирпичей, делать из длины кирпичей. И при помощи этих кирпичей, обожженных в печи, легких и прочих, стали строить себе дома. Выяснилось, что они не только что решили проблему, которая у них возникла, а именно недостаток в камнях. Но и решив эту проблему, они серьезно продвинулись технологически в области строительства. Строить из кирпичей куда легче, чем строить из камней. Быстро, легко, прочно, надежно, не меньше, чем камни. Человечество увидело эту силу в единстве. Человеческое общество объединенное может решать проблемы, которые одному человеку не под силу решить. Общество не погибает. Человек вещинка, человек это эпизод. Сегодня он здесь, а завтра его нет. А общество не погибает. На смену одному поколению приходит другое. Они сменяют друг друга, один подхватывает эстафету у другого, подхватывает факел, и так продолжает, продолжает, продолжает. Вот это самое ощущение величия человеческого общества, оно и захватило тогда людей. сделаем себе имя, то есть вот это самоутверждение человечества и как символ величия человеческого общества начинают воздвигать башню головой до небеса. какой должна быть высоты 318 метров 549 670 где находятся небеса. Ответ он очень простой, а никакого предела высоты у этой башни не намечалось, она должна быть бесконечной, то есть каждое поколение должно было настраивать ей свой этаж. И чем она была выше, тем больше было прославление этот монумент невероятное чудо строительной техники должно было прославить величие человеческого общества. Сделаем себе имя, если я делаю себе имя, предположим, я делаю это по отношению к кому-то, должен быть адресат, кто тот адресат, по отношению к кому я себе делаю имя, если все человечество делает себе имя, то по отношению к кому? Отдельный человек ясно по отношению к другим людям, а все человечество кому себе делают имя? Есть только два ответа, либо по отношению к Богу, либо по отношению к отдельно взятому человеку. Мы сейчас сосредоточимся на второй части. То есть общество противопоставило себя индивидуалу, человеку одному, один человек, он ноль без палочки. Общество превратило человека в винтик, в опород. Ведь для того, чтобы построить такое грандиозное сооружение, ту самую башню главой до небес, на это нужно было организовать людей, нужно было масса-масса рабочих рук. Их нужно было организовать строительные батальоны, чтобы был порядок, чтобы смены меняли друг друга, чтобы подвозили стройматериалы, чтобы... Это все колоссальная работа. Для этого должно быть руководство, и оно тоже скоро появилось. Традиция говорит, что Немрод, тот самый царь Немрод, он стал первым правителем, и он всех людей организовал, он людей воодушевлял, он организовал, и строительство кипело. Причем идея настолько завладела тогда людьми, был такой энтузиазм, что говорит предание устной Торы, что когда с лесов срывался кирпич и падал вниз, по неосторожности кого-нибудь из строителей, люди утирали слезу. Строительство останавливалось хоть на несколько минут, пока снова принесут, кинут на леса еще кирпич, проходит время. Правда, когда с лесов срывался кто-нибудь из строителей, на это мало кто обращал внимания. Люди-то, людей много одни, сегодня работают одни, завтра другие. То есть Медраж здесь неслучайно рисует эту картину, показывает нам, что произошло. Самоутверждающееся человечество втоптало в землю отдельно взятого человека. Человек ничто, человек винтик, человек ради общества. Общество, оно все, общество, оно великое, а человек ноль без палочки. Он, вся его ценность только в том, что он работает во благо общества, задает на горах продукцию. Он таскает кирпичи, он таскает раствор, он кладет вкладку. Вот этот человек продуктивный, он дает. А сам по себе он, ценности никакой. Ценность общества. Сделаем себе имя, возвеличим общество. Таким образом общество просто разназало отдельно взятого человека. В таком обществе, естественно, то, что большинство, руководимое тиранами, правителями, то, что большинство считает благо, постепенно, постепенно, и все люди начинают считать, что вот оно на самом деле это и есть благо. И как себя нужно вести в этом обществе? Как все. Человек чувствует себя винтиком, чувствует себя только песчинкой во всем этом обществе. И так он себя воспринимает, все его понимание самого себя, его самооценка, она только как часть его общества. Я часть великого общества, великого народа, который строит великие строки и так далее, и так далее. Авраам был свидетелем вот этого вот психоза. Этого общества, которое втоптало в грязь человека, превратило его в кирпичик, в винтик. И Всевышний говорит Аврааму, иди себе, то есть иди своим путем, не вместе с ним. Поставь себя в оппозицию всем и иди один. Не смотри на остальных. Быть в одиночестве. Быть всегда в меньшинстве. Очень часто, если спросить человека, а почему он позволяет себе вот такое поведение, он сначала не поймет, усмехнется, а если спросить его еще раз, скажем, все так делают. Почему я так делаю? Потому что все так делают. Нет, это так. Почему ты так делаешь? Человек ответственен за себя. Прежде всего за себя. И главным образом за себя. И переваливать ответственность на других. Все так делают. Совершенно неправильно. Ты где здесь? Это был самый первый вопрос, который Всевышний задал первому человеку. Аека. А где здесь ты? Ты человек. И здесь-то возвращается к Аврааму. Авраам начинается с того, что он должен быть одним, отдельно от всех, не такой, как все, другой, и идти своим путем, не обращая внимания на то, что весь мир против него. Так объясняют комментаторы и происхождение имени Авраам ха Иври. Мы все называемся евреями. Почему евреями? Поскольку происходит вот Авраам ха Иври. Так его называют Тор. А почему он Иври? Иври от слова Эвер. Эвер означает сторона, берег. Что это значит? Объясняют комментаторы Авраам по одну сторону, весь мир по другому. Если есть баррикада, которая делит весь мир, то так уж она разделила, что Авраам остался один. Весь мир по другую сторону. Весь мир может показывать Аврааму, что он псих ненормальный, потому что не так нужна жизнь. То есть нужно жить как все, как нормальные люди. Авраам прошел один, у него хватило мужества на то, чтобы жить одному, идти одному, уйти от всех и оставаться в одиночестве, оставаться всегда в меньшинстве. Мы, как потомки Авраама, у нас не было бы никаких шансов просуществовать в истории, выжить во всех тех испытаниях, которые наши братцы выступили, если бы мы не унаследовали от Авраама вот этого качества, этого мужества и способности всегда быть в меньшинстве, всегда быть в одиночестве, всегда быть нелюбимым меньшинством, которое не смотрит на то, куда идет все стадо, которое идет всегда своим путем и не испытывает комплекса неполноценности от того, что мы живем не так, как все остальные, от того, что мы живем по-другому. Это вот лех-лиха, иди себе. Ну, пришло время заняться уже следующими словами. Дальше сказано лех-лиха, иди себе, ме ар циха, из твоей земли, у ме ме ла битха. Не от своей родни. Рашид тут же спрашивает, погодите, но ведь он уже ушел оттуда со своим отцом, дошел до Харана. Снова окончание предыдущей главы. Что сказано в предыдущей главе? Сказано там так. Взял Терах, отец Авраам, и взял Терах Авраама, своего сына, внука своего, Лота, сына Харана, Харан по времени, и Сарай, свою невестку, жену своего сына Авраама, чтобы вышли они вместе из Ур-Каз-Дим, идти в страну к нам. И дошли они до Харана, и к вселенестам остановились. То есть, до этого Терах и его семейство, три его сына жили в Ур-Каз-Дим, в городе под названием Ур-Каз-Дим. Там и произошло с Авраамом все, что произошло. Там он пришел к своим выводам, там он стал распространять свои убеждения, там ему пришлось выдержать это испытание, там ему удалось чудом спастись от сожжения. Ну и вот Терах собирает все свое семейство, почти все, и отправляется со всеми вместе в страну Кнаан. Правда, до страны Кнаан он не доходит, а останавливается где-то по дороге в месте, называемом Харан. Здесь сказано, и сказал Ашем Аврааму, уходи из своей страны, от своей родни, стоп, говорит Рашик. Ведь это уже сказано было Аврааму, после того, как он посиделся в Харане, так он уже ушел из своей страны. Его страна это Ур-Каз-Дим, там, где он был раньше, там, наверное, его страна, там он родился, там он вырос, оттуда он уже ушел вместе с отцом. Только что, поначалу они планировали дойти до Рецкнан, до земли Кнаанской, не дошли, остановились в Харане. Теперь Всевышний говорит Аврааму, все, бросай, бросай отца и иди дальше. Но почему он называет, почему Всевышний повторяет ему здесь, иди из своей страны, думай, что он уже ушел оттуда. Отвечает Рашик. Нужно объяснить так, что Всевышний сказал ему, отдались еще больше оттуда, и уйди еще из дома своего отца. То есть ты уже начал уходить оттуда, это да. А теперь еще больше удались оттуда, и не просто удались оттуда, а теперь уже бросай от своего отца. Отец остается здесь, в Харане, он дальше не пойдет, а ты идешь дальше один. Так объясняет Рашик. Рамбан спорит здесь с Рашей, и он задает дополнительный вопрос. В дальнейшем мы читаем о том, как Авраам решил найти невесту своему сыну Ицхан. Он вызывает своего верного раба Элиезера и отправляет его искать невесту. Причем говорит ему, «Киим эль арци, вель муродатителе, но смотри, чтобы ты не брал невесту моему сыну и из-за окружающего, а чтобы ты отправился в мою страну и к моей родне, там, где живет моя родня». Элиезер клянется, что так он и сделает, отправляется в путь, и написано, что он приходит в Харан. А в Харане живет семья брата Авраама Нахора, и туда он приходит для того, чтобы найти невесту сыну своего хозяина. Причем задача. Но ведь Авраам ему сказал, «Иди в мою страну», а его страна, как объяснена Раша, это Урказдинь. Почему тогда Элиезер отправляется в Харан? Отсюда Рамбан делает вывод. На самом деле, мы просто ошиблись. Никогда родиной Авраама не был Урказдин. Родиной Авраама был и есть Харан. Только из Харана семья Авраама, семья его отца, переехала в Урказдин. С каким-то причинами, которые до нас не дошли. Там случилось все, что случилось. Там Авраам пришел к своим выводам, там Авраам был преследуем, там все было, произошло то, что произошло. И когда там запахло жареным, то Авраам просто оттуда ушел вместе с отцом. Отец понял, что дело плохо. И они не просто убежали. Они вернулись в свой родной город, в Харан. Это его родина, это его страна. А до этого они были там, были в Урказдин, в совершенно другом месте. Кстати, немножко географии. Знаем ли мы, где находятся эти города? Ученые некоторые утверждают, что Урказдин – это город в самом южном, в южном Ираке. Не так далеко от Бацры. Они утверждают, что они его раскопали. И в британском музее есть два больших зала, полные находок из Урказдин. Правда, некоторые ученые сегодня посмеиваются над этим. Оказалась небольшая деталь, пикантная. Просто слово «Ур» на шумерском языке означает «город». Поэтому, если в этом месте нашли черепки, на которых было написано «Ур», так, скорее всего, еще в 23-24 холмах можно было бы найти тоже название «Уру». Только один был Урказдин, другой был Урказдин. И еще что-нибудь. Ну, предположим, они все-таки археологи прав. И то место, которое они раскопали на юге Ирака, недалеко от Бацры, действительно является Урказдин. Где находится Харан? Харан находится на уже куда северной. Он находится в Турции, почти на самой турецко-сирийской границе. Место, в которое сегодня можно, могут посетить и туристы, приезжают туда посмотреть это место. Оно и сегодня выглядит очень примитивным по сравнению с тем, что увидел Авраам тысячу лет тому назад. Оно, судя по фотографиям, по крайней мере, мало изменилось. Дома сделаны из глины, из грязи. До сих пор не живут люди. Так оно и осталось. Если так, получается, то Авраам со своим семейством сначала пошел с юга, с юга Междуречия, от Бацры, резко на север, в сторону турецко-сирийской границы. А оттуда уже Ашем сказал ему двигаться в страну Кнанскую. То есть он пошел с севера на юг. Правда, немножко странно, что Терахше с самого начала Терах собирался отправиться. Написано, что он ушел из Урл для того, чтобы идти в страну Кнанскую. Но есть более короткий путь. Не обязательно через Харам. Это просто в Клин, через Берлин. Что снова дает некоторые основания для сомнений. Действительно, и тот город, который ископали археологи, на самом деле это Урказдим, или Урказдим находился значительно севернее, не в районе Бацры, а где-нибудь в северном Ираке. Но это уже проблема археологов. Пока что только найдем ответ на Кушьёц, на сложности, которые нашел Рамбан в словах Раши. Так, Раши утверждает, что родина Авраама это Урказдим. Тогда вопрос Рамбана, как же так, если Авраам посылает своего раба Элеезера в свою страну и на свою родину, к чему же тогда? Почему же тогда Элеезер доходит только до Харана и не идет в Урказдим? Ответ на это комментатор вот какой. Произошло следующее. В действительности семья Тераха переселилась из Урказдим в Харан. Там в Харане, правда не вся семья, написано, что Терах взял с собой своего сына Авраама и взял своего внука Лота, который был сыном второго его сына Харана, который к тому времени умер. Но у Тераха был еще третий сын, Нахор. А он остался в Урказдим. Он тогда не пошел вместе с ними. Поэтому Авраам, зная, что его брат Нахор находится в Урказдим, думая о том, что невесту можно найти у него там в доме, посылает своего раба Элеезера в Урказдим к Нахору там находить невесту. Но Авраам не знает, что за то время произошло следующее, когда он бросил своего отца, так как Емошем сказал, бросить своего отца в Харане и уйти в страну Кнанскую. Отец к тому времени был в довольно преклонном возрасте. Узнав об этом, брат Авраама Нахор переехал из Урказдим в Харан для того, чтобы не бросать старика одного. И он остался там с отцом. Но поскольку тогда связи не было, телефонов и прочих средств связи не было, Авраам об этом не знал. Поэтому он послал своего раба Элеезера в Урказдим. Раб доехал до Харана. Вдруг выяснилось, что на самом деле нужный ему человек Нахор, брат Авраама, находится там. Незачем ему ездить в Урказдим. Дорога оказалась намного короче и там он уже занялся своим шибухом. На этом мы сегодня остановимся, а продолжим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok